Общество не представляет свою жизнь без радио, оно является неотъемлемой частью нашей жизни. 22 июля радиостанции «Лемма» исполнилось 26 лет. Благодаря профессионализму и стараниям коллектива, радио каждый день заряжает хорошим настроением тех, кто выбирает волну 102,7 FM. Ну, во-первых, я на «Лемме» только ради халявных футболок. Вернуться? Да, вот, смотрите, видите, 102,7 всегда в нашем сердечке. Естественно, здесь я начала искать работу на радио. Также обзвонила все радиостанции, все, естественно, говорят, нет-нет-нет, у нас все занято, ничего нет, никогда больше не звоните нам, до свидания, до скорых встреч. И только на «Лемне» мне сказали, что может быть, когда-нибудь у нас тут планируется там реорганизация, хотим новое шоу, подождите чуть-чуть. Ну, я подождала чуть-чуть, 5 месяцев. И вот через 5 месяцев мне позвонил Дима Капун, который сейчас ведет утреннее шоу, и сказал, ну, у нас тут, в общем, уходит один ведущий, не хочешь? Я, да, хочу, когда, завтра, приеду. Ну, и с тех пор я тут. Меня Димка позвал. А меня Тимоша. Так и пришли. Вот и все. Ну, правда, я 12 лет назад, а он 2. Каких 2 уже? Ну, точно 2. 4, наверное? А, пандемия, да. Ну, их не было. А, ну, ладно. Вот так и пришли. Вообще история на радио началась с телевидения. Я работала на телевидении и затем параллельно стала работать на радиостанции. Сначала на ВБС, а затем на «Лемне», когда ушла с ВБС. И, собственно говоря, с 2002 года я работаю на «Лемне». Попал я в 2002 году. Помню, тоже день, 2 декабря. Меня пригласили. Я умел делать то, что умею. И, собственно, так здесь и задержался. Первое время нас несколько шокировало состояние технической базы радиостанции. Вообще, мне первое впечатление было от «Лемне» – это какое-то состояние хаоса. Ну, реально. Так у какого-то, вот, по крайней мере, помню, что этот хаос управляемый, с ним можно работать. То есть, очень было много людей молодых, инициативных. Вот чем всегда отличался очень творческий коллектив был. Также ведущие вспомнили самые яркие моменты из истории своей работы на радиостанции. Вера Брежнева. Это тайна. Но с ней было хорошо. Здесь, в студии, имею в виду. А у меня тогда вообще неправильно получается Александр Васильев. Извини. Но ярко, да. Есть один случай, который произошел, так сказать, офлайн. Я недавно познакомилась с рандомным человеком на улице. Просто сижу на остановке, он подходит, что знакомится такое. Мы что-то заобщались. И он такой говорит, что-то какой-то у тебя знакомый голос. Я такая, ммм. А не потому ли, что ты слушаешь какую-то радиостанцию одну местную? И он начал гадать, и, кстати, почти отгадал волну. По волне идентифицировал голос. И он говорит, а я думаю, что такое что-то родное в твоем голосе есть. Ну, в этом, я думаю, и особенность радиолема. Коллектив радиостанции сегодня – это единый организм. Его слаженная работа оттачивалась годами. Тот пульс, сердечный ритм, который до сих пор чувствует каждый слушатель, начинался и задавался в 1996 году. Но время меняется, и радио меняется вместе с ним. Радиолема было и радиомузыкальным, которое крутит только русскоязычные песни. А потом мы изменили концепцию на мультиязычную. Они были программной радиостанцией, социально-политической, развлекательной. Для детей радио работало какое-то время, проводило конкурсы, и были детские часы. Но всегда она оставалась таким нашим, приморским, родным. Радиолема всегда была кузницей кадров. И никогда в нашем эфире, вообще в нашей работе не было дилетантов. Если кто-то приходил и хотел учиться, он оставался, учился. Если кто-то уходил, то уходил уже с таким богатым багажом знаний и благодарностью того, что он работал именно на радиолема. Потому что даже студенты, которые сейчас хотят проходить у нас и проходят практику, они просятся на практику именно на радиостанцию «Лема». Потому что мы профессионалы. Особенность радиолема, что за 26 лет мы уже стали родными для вас, вы стали родными для нас. И многие нам пишут в WhatsApp, я не представляю, как бы я просыпался по утрам, как бы я ехал на работу без любимых голосов из динамиков. Благодаря удивительной теплоте и неповторимой душевности на протяжении 26 лет радиолема держит высокую планку в сфере радиовещания. Дорогие коллеги! В этот знаменательный день спешим поздравить вас! Радиолема отмечает свой 26-й день рождения, и это достойно уважения. Желаем вам эфира без помех и настроения без перерыва. Я хочу пожелать коллективу радиостанции «Лема» долгих-долгих лет успешной работы и ощущать теплоту обратную от своих слушателей. Радиолема на слуху, знакомо, смотрим, слушаем. Процветание всех благ, исполнение желаний. Желаю побольше слушателей. Поздравляю, желаю успехов, удачи, чтобы все получалось, сбывалось. Желаю слушателям радиостанции «Лема» позитивной музыки, хороших волн и всего хорошего. Анна Дьякова, Полина Федоркина, Денис Фадеев. Новости на восьмом.